Слава героям! Ура! С днём победы! Ура! О чём думают ветераны 9 мая? Возможно, вспоминают самые трудные фронтовые дни или беспокоятся, чтобы об их подвиге не забыли молодые. Но есть одна вещь, которую помнят все – военная песня. В степи под Херсоном высокие травы, в степи под Херсоном курган – это гора. Лежит под курганом, за рощей бурьяном. Военный парад войск Читинского гарнизона ко дню победы принимает командующий 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа Евгений Поплавский. Всего задействовано более 1700 человек личного состава. Из самого сердца выстреливают военные песни. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Фашистской силой тёмною, с проклятой ордой! Клён зелёный, да клён кудрябый, раскудрябый, резной!» И вот на глазах присутствующих конструируется металлическое зрелище. Первым появляется символ победы – легендарный танк Т-34. Всего на параде более 60 единиц техники. Представлены две механизированные колонны – историческая и современная. Пришедшие на парад Читинцы восхищаются масштабом мероприятий и шепотом рассуждают. Если бюджет праздника, а это 3 миллиона рублей, разделить между ветеранами не будет ли лучше? Нет, уверены главные герои сегодняшнего дня. «Праздник! Мы все видимся! Деньги прилетят и улетят, а друзей встречать – это другое дело». На центральную площадь выносят масштабную копию знамени Победы – 10 на 20 метров. Юноармейцы понесут её до мемориалы боевой и трудовой славы забайкальцев, где примут участие в торжественном митинге. Следом за ними движется целая армия участников бессмертного полка. Среди них Валентина Пономарёва, чей отец-танкист погиб в 1944 году. Началась война. Я получила там ранение. Мать моя, когда эвакуировались, я 13 лет не ходила. Немцы у нас жили два года, стояли прямо в квартире. За последние пять лет в бессмертном полку заметно прибыло. Если в 2013-м шествующих было менее полусотни, то сейчас более 10 тысяч человек. Их количество выросло примерно в 20 раз. Владыка, расскажите, чей портрет у вас сегодня? Это портрет моего деда Григория Ефимовича Дзюбы, который прошёл всю войну от начала до конца, освобождал Крым. Трижды награждён орденом Красной Звезды. Он прожил долгую жизнь, но, к сожалению, его сегодня с нами нет. Но память о нём живёт во мне, поскольку я в нём видел не только героя, и даже, может быть, не столько героя, а любящего деда. Спасибо! 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 Наталья Оршинская, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ Субтитры создавал DimaTorzok